здравствуйте уважаемые подписчики сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы и в этом ролике расскажу о боли в мышцах о формировании тех называемых триггерных точках и как на это все влияет наша нагрузка позиционная именно этот вопрос очень часто поднимается на канале очень часто задается поэтому в этом ролике я решил рассказать об этом подробнее расскажу в чем причины вот таких состояний проблемы с мышцами с позвоночником болевые синдромы и как на это все может повлиять неправильная позиция поза во время учебы работы и многое другое и также расскажу как бороться с этими состояниями и что нужно избегать и на что нужно обратить внимание во первых начнем того что вот проблема вот этих триггерных точек миофасциального болевого синдрома то есть напряжение в мышцах очень часто условлено и позиционными проблемами особенно это относится к нашим студентам и офисным сотрудникам вот эти вот позиционные напряжения могут возникать и из-за ряда таких вот факторов это неправильная ненормальная некорректная мебель стол стул и парта и все остальное это неправильная сама поза рабочего либо студента неправильная нагрузка и малоподвижность гиподинамия еще называется такое состояние то есть когда мы очень длительно проводим в одной позе мало двигаемся причем при всем при этом и не занимаемся спортом вообще это огромная проблема так начнем с неудобной мебели с неправильной мебели с чем это все связано вот должно быть такое понимание что правильная поза она должна обеспечиваться конструкции самого того же стула нет каких-то определенных вот таких вот стандартов но есть такие общие рекомендации которые должен учитывать каждый из нас и на что нужно обратить внимание во первых если это стул который не имеет поддержки для поясничного отдела позвоночника это большая проблема потому что вот эти анатомические изгибы позвоночника они должны соответствовать стулу стул должен их поддерживать и это очень важно огромная проблема всевозможных вот этих подлокотников которые либо очень высокий либо очень низкий это тоже огромная проблема когда почти вертикальная спинка это тоже огромная проблема есть определенная норма по вот этим градусам отклонения и чтобы это было правильное распределение нагрузки самого тела чтобы позвоночник и вся вот эта связочно мышечная конструкция могла отдохнуть либо еще одной проблемой является это короткая спинка это тоже огромная проблема если во время сидения формируется вот такая вот проблема эффекта складного ножа в ногах особенно это в тазобедренных суставах и в коленных суставах если очень высокое именно сидение стула которое передавливает сосуды сдавливает сосуды нарушает кровообращение нижних конечностей огромная проблема когда это мягкий центр сам сидение самого стула и распределение нагрузки идет получается по контуру внешняя получается нагрузка они в норме на наше получается на наш костный аппарат и очень частая проблема это когда тот же стул стол не соответствует размерам анатомическим самого человека либо не соответствует возрасту что очень часто тоже является определенной проблемой неправильная поза то о чем хочу также рассказать основной такой вот проблемой и основной причиной формирования миофасциальных вот этих триггерных точек то есть вот этого очага где определенные напряжения вот этих мышечных структур которые потом формируют вот эти болевые очаги и является причиной того что болит спина определенная поверхность определенная группа мышц вот именно эта проблема позы очень часто мы устремляем шейный отдел вперед с целью того чтобы лучше сконцентрироваться вот как исправить эту проблему с шейным отделом во первых все что вы рассматриваете читаете изучаете должно быть на уровне глаз это предупредит очередную такую вот нагрузку на шейный на мышцы шейного отдела перенапряжение их и формирование какого-то такого мышечно-тонического миофасциального больного синдрома с формированием вот этих вот всевозможных триггерных точек не будет получается не произойдет укорочение грудных мышц это тоже определенная коррекция очень важную роль играет определенные получается особенности организма которые тоже могут влиять на нашу позу к примеру о чем я говорю это проблемы со слухом когда это односторонняя глухота какие-либо старые травмы когда мы вынуждены получается такую условную или необходимую позицию принимать ну и всевозможные ограничения движений в позвоночнике это тоже огромная проблема самая частая причина проблема с шейным отделом это наши мобильные телефоны вот такое положение когда мы постоянно пользуемся мобильным телефоном и книги поэтому еще один раз повторюсь все должно быть на уровне глаз и не стоит удерживать мобильный телефон шейным отделом это тоже огромная такая вот проблема если говорить о триггерных точках в чем причина тут вот таких вот нарушений что вызывает вот это перенапряжение мышц и формирование вот этих участков которые потом не могут расслабиться и формируют очаги воспалительные и болевые это устойчивое изометрическое сокращение это вот такая иммобилизационная нагрузка мышцы и позиционная получается нагрузка очень длительная по времени нагрузка это вот те проблемы когда мы выполняем часто одно и то же движение либо движения которые являются очень резкими это все может быть таким вот определенным процентом в риске формирования вот этого неофасциального синдрома также немалую такую важную роль играет такой синдром например сдавление когда мы получается длительно сидим сдавливаются определенные мышечные группы либо носим какие-нибудь там рюкзаки сумочки это тоже влияет во-первых это позиционная нагрузка на удержание во-вторых это нагрузка сама самим сдавлением получается мышечной группы очень важную роль то о чем хотел бы также сказать и предупредить это конечно же наша обувь особенно это касается женщин которые носят высокую обувь это хроническое такое укорочение кроножной мышцы это основная проблема с которой очень часто обращаются я надеюсь у меня получилось немножко осветить эту тему ответить на ваш вопрос если эта информация была полезна и интересна поставьте лайк задавайте нам свои вопросы надеюсь следующие ролики я сниму на вашу тему ниже в описаниях под видео оставлю полезную информацию в комментариях вы можете дополнить меня буду очень признателен если эти дополнения будут такие обосновательные всем спасибо встретимся в следующем ролике спасибо спасибо спасибо